Депутаты отправляются на мониторинг цен в один из крупных магазинов Бобруйска. В первую очередь внимание обращают на хлеб, яйца, сахар, молочку и мясо, яблоки. Социально значимые продукты всегда в изобилии должны быть представлены на полках. На них по карте лояльности действует 5-10% скидка. Радует, что большая часть ассортимента белорусского производства, своё родное, отмечено специальным логотипом. Есть акции трёхдневные на выходные дни, пятницу, субботу, воскресенье. Большой ассортимент товаров глубокой скидкой. Есть двухнедельная акция, которая проходит, они представлены здесь в акционной зоне. До Нового года чуть меньше трёх недель. Совсем скоро горожане отправятся с большой тележкой за продуктами к праздничному столу. Некоторые уже присматривают любимые лакомства. Этот ритейл – один из точек притяжения последних чисел декабря. Выбирают гипер из-за удобства. В залах можно найти всё – от свежих фруктов до ёлочных украшений. Выбор просто обалденный. То есть здесь мясо, сыры – такого нет, мне кажется, ни в одном магазине. Выпечка очень вкусная, суши у них очень вкусная. Ну, где-то можно переплатить, но действительно здесь вкусно. Цены по сравнению с другими магазинами здесь дороже, но магазин очень аккуратный. Приятно зайти. Постоянно у них здесь. Всё свежее. Да, всё свежее. Мы тут часто бываем. Всё вкусное, даже вот они готовят очень вкусно. Хороший магазин. Как этот магазин открылся, я хожу только сюда. Мне здесь очень нравится. Здесь комфортно, чисто, аккуратно, приятное обслуживание. Предпочитаю всё белорусского производства. Здесь хороший выбор всегда зелени, хлеба, выпечки. В следующей очереди на мониторинг ещё один крупный маркет. Депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители Управления торговли обращают внимание на каждую деталь. Заглядывают и в книгу жалобы и предложений. Берут на заметку всё, чтобы покупатель был доволен. Задача номер один – действительно, чтобы не было спекуляций перед новогодними праздниками. Посмотреть, как формируется цена, что делают, скажем, торговые объекты для того, чтобы привлечь покупателя, ну и какие бонусы и скидки ждут нашего потребителя. Замечаний в сторону торговых объектов нет. В магазинах большой ассортимент на любой кошелёк. Незначительный рост цен на некоторые товары в пределах нормы. Плюс приятные бонусы в виде скидок и богатые на выбор акционные отделы. У нас практически идёт ежедневный мониторинг, обследование объектов торговли. Это и рабочие группы, это и профсоюзы у нас работают, и депутаты различного уровня, и местные советы депутатов, и национального собрания Республики Беларусь. Этот вопрос находится на постоянном контроле. В других странах мира ситуация в магазинах не такая вкусная. К примеру, для некоторых жителей Германии Рождество в этом году будет не по карману. Праздничный стол обойдётся в разы дороже, чем обычно. Всё из-за продолжительного увеличения цен на продукты. Эксперты отмечают, в среднем прирост 30% и такое нескромное повышение всего за два года.